Тили-тили-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли Смотрите, у нас существуют разные типы консультаций Есть стандартная, обычная консультация, которую мы разово делаем Потом 2-3 месяца, полгода надо Для того, чтобы прошли все процессы в психике, они завершатся И человек, грубо говоря, получает выход в другой сценарий Кому-то не хочется ничего делать, и он завязает там, где он был. А кому-то хочется выйти дальше. И есть тип консультаций, например, открытые, которые мы проводим. Это обучающий формат, когда мы людей учим. Вот по-твоему, которые консультации эффективнее? Ну, ты знаешь, вообще, там, где открытые, они, по мне, они действительно могут дать больше выхлоп. Она все-таки, это консультация, которая открыта, она, открыта, она... Знаешь, как, даже больше, наверное, заставляет человека доверить себя, как расслабиться. Знаешь, как вот именно расслабиться. Наверное, даже больше, вот, все-таки, вот так. А ты как считаешь? Ты знаешь, у открытых консультаций есть один очень большой плюс. Их две. Их две с интервалом в месяц. То есть мы работаем с человеком, очищаем его психику. Это стандартно, что мы бы делали и на обычной консультации. Только человек при этом испытывает дискомфорт, потому что там сидят, слушают его. По 20-30 человек сидит на консультации, слушает то, чему мы учим, как работать с этим человеком. С одной стороны. То есть вот этот дискомфорт человек преодолевает, но при этом он получает полноценную консультацию. Ну и дешевле, соответственно, она стоит для него, потому что слушатель же тоже оплачивает участие. Поэтому, в принципе, этот формат, он очень даже приемлемый, он хороший формат для человека. Но у обычной консультации нет второй части. Редкие люди, кто сразу оплачивает две консультации. Но, кстати, такие люди сейчас стали появляться чаще. Кто сразу оплачивает первую, вторую. Мы оплачены две, и мы знаем, что вторую мы сами подбираем момент, когда лучше сделать. То есть оптимальнее. Это аналог открытой консультации, только в закрытом формате. А у открытой консультации вторая все равно пройдет обязательно через месяц. И вот смотри, когда мы через месяц заходим в человека, что мы видим? Вот здесь открываются очень интересные моменты, которые как бы остаются за кадром у обычной консультации. Это моменты, которые связаны с ленью, с ложью, с нежеланием ничего менять. Сделайте за меня религия, вынос ответственности. И понеслось. Это те моменты, где человек тупо сидит в загоне и ждет, когда его хлестанут плеткой. Видишь, есть месяц, как бы плюс-минус, да? И мы тогда на второй консультации очень хорошо видно. Во-первых, видно стремление человека действительно или наоборот лень полная, да? И смотри, у человека появляется как бы стимул, ведь у меня через месяц консультации, и он, знаешь, у него стимул появляется увидеть в своей жизни хорошее. Вот это тоже. Измениться. Измениться, да. И смотри, есть те, кто за этот месяц проделал тот путь, который люди за год не проделывали. Да, 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 да. А есть те, кто за этот месяц не сделал ничего. Ничего. И это видно, и вот смотри, и потом, когда ты через месяц это говоришь человеку на второй консультации, скажи, как это классно, когда человек... Ну, как, это больно. Ну, это больно, это очень больно. Но, видишь, я говорю, классно, потому что я осознаю действительно ценность второй консультации. Вот это вот на самом деле и ценность... Она стыгает, как плетка человека. То есть ты не можешь скрыть, это очевидно. Ты не можешь спрятаться, ты не можешь солгать. Если первую консультацию ты заказываешь, ты пишешь... Знаешь так, ты можешь где-то увильнуть, где-то обойти, а вторую уже все. И при этом смотри, какие выхлопы по консультациям. То есть реально у людей включается сознание. Не у всех. Самый больной вопрос – это вы на соответственности. И с ним приходится работать. Но я сейчас на нем останавливаюсь дополнительно. Но выхлопы... Вот, например, меня очень сильно впечатлил момент, когда у человека всю жизнь не работало обоняние. И потом раз... И оно включилось сразу после консультации. То есть вообще, чтобы понимать, что такое обоняние, это повреждение ЦНС. Это нарушение работы ЦНС, и это не лечится. Никакими лекарствами. А тут раз, и вдруг ЦНС начала работать. С какого это такого толку? От того, что с тобой кто-то там где-то поработал. Но ты знаешь, есть еще один момент. Опять-таки, вы на соответственности все никак не дойду. Есть еще один такой момент, связанный с проявлениями людей. Блин, хотела сказать, и все. И улетела из кого, отвлеклась. Мне нравится больше открытый формат. Он для нас сложнее и трудозатратнее. Но он живее. Он живее. А, вот вспомнила, что хотела сказать. Есть такой момент, когда... Вот смотри, мы проводили эксперимент, когда мы брали энное количество людей и работали с ними, делали полноценную консультацию, но при этом им не давали видеофайл, что мы работали. Кому-то сказали, что мы работали, кому-то не сказали. И смотри, такого результативного выхлопа нету, как если человек получил видеофайл. В видеофайле не содержится внушение, не содержится увещевание, что у тебя там что-то изменится. То есть в разряд внушений ты его не внесешь. Какие-то изменения человек уже фиксировал. Это даже... Он фиксировал эти изменения какого-то плана, и даже когда мы видеофайл не предоставляли. Но когда человек получает видеофайл, слушает, мы же там разжевываем, что ему надо осознать, где ему надо измениться, где он косячит, и у человека начинает работать разум. И вот этот момент, когда он слушает и видит, где он, грубо говоря, облажался или обкакался, он вынужден исправлять, он вынужден меняться, потому что его туда ткнули носом. И вот этот момент, именно когда запускается осознание, понимание осознания, он является ключевым к изменениям его здоровья. То есть когда человек слышит, понимает, осознает и меняется. Ключевое меняется, потому что его уже засунули в его собственное дерьмо. Не психологи, которые погладили и сказали, не психотерапевты, которые выписали еще лекарствочкой, сказали, да-да-да, вам это поможет. А конкретно его жестко засунули в его самого. В его творение. Да, да. То есть не обман и ложь, знаешь, такая лесть, ложь, а именно как есть. И вот смотри, вернемся к выносу ответственности. Человек ожидает от нас, первое, что мы сделаем за него. Второе, что мы что-то подшаманим, поправим, его отремонтируем, и у него все будет хорошо. Что ему поможет Бог, которого он в себя возвращает. Что, 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 что. И мы наблюдаем это, что нам пишут по каждому поводу, без повода. И я иногда думаю, люди, ну, ведь ключ в выздоровлении это взятие ответственности. Любое осознание становится эффективным тогда, когда вы взяли ответственность. Пока вы ее не взяли, пока вы ждете от нас, от Бога, от мощей святых, от Папы Римского, еще от кого-то, вы ждете. Вы в процессе ожидания, и, значит, вы в процессе боления. У вас приходит фиксированный результат тогда, когда ответственность вернулась к вам. Бог вернулся домой. Бог вернулся домой, так потянулся, как долго я спал. И включился. Ой, что ж я в своей жизни натворил? Что я со своим телом делаю? Вот этот вот момент, он является ключевым. А если человек не осознает это и продолжает выносить ответственность, возникает зависание. И он зависим от нас или еще от кого-то. Я крайне не люблю, когда пытаются человек, пытается приклеиться к нам и сделаться зависимым. Да, да, да. Мы делаем все, чтобы этого не было. Да. А это все про интеллект, на самом деле. Конечно. И причем зависимость, она настолько, ну вот когда бывает, читаешь вопросы, да, и ты понимаешь, пишет взрослый человек, а то, что пишет вопрос, так это и в книгах написано, и мамы, папы говорили об этом, и мы это просто знаем, а человек задает вопрос. То есть полное отключение. Мозглов. Да, полный вынос. Как скажут, это так. Ощущение, что память какую-то что-то не вспоминает даже, да. То есть замена доктора, например, на нас, но мы не доктора. Да, то есть нет, не знаешь, как обучение самого себя, нет, то есть не откладывается ничего. Ты знаешь, я вот эти моменты, иногда, они автоматические. Я иногда их и понимаю. То есть я же тоже ловлю себя на каких-то элементах воспитания, которые у меня остались с детства, привычки, элементы, которые привиты мне в семье, той верой безоговорочной, на которую я включаюсь. Вот как я рассказывала с витаминами, да. Но я верила свято, что витамины не могут причинить вред. До того, пока не купила этот витамин, мультивитамин литовской компании, от которого чуть не померло. Теперь я не верю витаминам, но у меня есть свой опыт. Но ведь это вера в витаминки, в глюканат кальция, точно так же вера мамы. Я дам йогурт ребенку. Ой, лучше импортный. А ты видела, сколько там химии? Ты видела его срок годности и так далее. Вот эта вера, что это поможет ребеночку, что это сделает лучше. Вера в ту же самую дельфинотерапию, она поможет. Не мама, не мама, знаешь, так ребенка успокоит, а дельфин успокоит. Маму. Что она хорошая мама. Или опять-таки, вера в медицину какая. Я отдам ребенка на микрополяризацию мозга. Сколько у нас детей было, где просто подсознание кричит, что меня не любят, надо мной ставят эксперименты. Отдайте меня в чужую семью. Сколько уже таких случаев было. Вот мама безоговорочно верит во врачей. Врачи, врачи, врачи. Мама не верит в себя. И в итоге она наносит вред ребенку. А подсознание ребенка к ней относится как к фашисту, который над ним издевается, как в панцлагере проводит эксперименты. И закрывается. И закрывается, закрывается, закрывается. Сужается, сужается, сужается. Ребенку все хуже, хуже, хуже. И нет, кажется, выхода из этого. А на самом деле выход через мать. Возьми ответственность и почувствуй, это надо твоему ребенку или нет. Заметь, вот по поводу этого почувствовать. Все люди покупают арбузы и дыни. Да? Абсолютно все. Приходят и дальше. Вот этот грузин меня не обманет. Дайте мне, как вы считаете, самый лучший арбуз. Приносит домой арбуз зеленый. Ай, грузин обманул. На самом деле грузин не пытался тебя обманывать. Ты вынес ответственность и не стал выбирать. Точно так же в магазине. В магазине продадут без химии. Там наверняка проверены на нитраты. Хобана приборчик туда, там в 10 раз выше нормы. Ай-яй-яй-яй, в магазине обманули, по дешевке продали. Вына с ответственностью. Ну, ты когда подходишь к арбузу и дыне, вот как ты определяешь? Если дыня, ты берешь, ее нюхаешь. Да. У тебя есть нос, и ты берешь ответственность на себя. Если она вкусно пахнет, ты ее покупаешь. Если она не пахнет, значит, она зеленая. Если ты подходишь к арбузу, ну, во-первых, если вялая дыня или арбуз, ты подходишь, ты на них смотришь, ты не видишь этой вялости, но ты это чувствуешь, что оно не свежее, оно мертвое. Оно уже перележало свое, оно начало вять, там жизни не осталось. Когда нет жизни, ты это чувствуешь, что уходишь от этого, не берешь. А дальше арбуз ты начинаешь выстукивать. Выстукивать, да. Выстучил, звонкий арбуз, будет классный арбуз. Глухой нет. Слух кому принадлежит? Тебе принадлежит. Ты не вынес ответственность, ты купил хороший фрукт. Да, и при этом, и при этом ты каждый раз учишься сам. Учишься сам. То есть не перекладывая, когда ты перекладываешь ответственность, у тебя нет обучения самого. То есть нет. А когда ты... Ты остаешься деградировать. Да, да. А когда ты делаешь сам, ты обучаешься сам. Да. И вот здесь с детьми, как с арбузами и с дынями. То же самое. Взял на себя ответственность и почувствовал, что моему ребенку лучше. Моему лучше ребенку сейчас логопед или моему ребенку сейчас классно дать на каникулах отдохнуть. Пусть набегается пацан в волю на солнце, накупается. А я ему вечером сказки почитаю. Ведь только ты можешь это прочувствовать. Никто за тебя это не прочувствует. А вместо этого? А в терапии надо дрессировать, надо делать. Мне это сказали. Мне вот это, мне вот это, мне вот это. Кому-то, видишь, надо работать. Работа нужна. И поэтому, когда к нему приводят ребенка, он быстрее... Ребенка этого, да? А мама согласна, согласна, согласна. Хорошо, когда мама согласна. Но сколько мам сейчас включается в такой игру сами? Потому что у них нет своей реализации. Начинает, да. И вот смотри, на самом деле, вот это нет своей реализации... Это ключевое, на самом деле. Это ключевое. Оно же в обществе принято за норму. Ты послушай спикеров того же самой Сатью. Ты послушай спикеров, что они говорят про женщин. Я уже давно, кстати, Сатью не слышала. Мне же, что-то он надоел. Попадался, а потом я все... Потому что я вообще не могу. Я сейчас тоже ушла, потому что бреда очень много. Женщина, розочка, мужчина, защитник. Как только мужчина для женщины стал защитником, все она сформировала нападение, она сформировала агрессию. Зачем? Она тупая, что ли? Не понимает этого? Если ты нуждаешься в защите, значит, ты переживешь нападение. Конечно. Если мамы растят защитников, значит, в мире есть война. Все, без вариантов. Без вариантов, да. Значит, уже есть от кого защищаться. Точно так же и с мужем. Если ты мужа переводишь в разряд защитников, жди нападение. А кто на тебя будет нападать? Любовница, свекровь, или твой муж, кто? Или собака, да. Или собака на улице. Да. Но нападение будет, ты же нуждаешься в защитнике. Точно игра интересна. Подсознание, оно будет исполнено. Будет исполнено, да. И точно так же получается, женщина, она домохозяйка, она занимается детьми. И вот начинается иллюзия такая. Родовые предместия, там вот эти, как сейчас модно, да, под Минском. Большие дома за чертой города. И мать утром везет ребенка в школу, потом она забирает со школы, потом она возит по кружкам, потом, потом, потом. Потом она кто? Она обслуживающий персонал своего ребенка. А потом ребенок вырастает, и он больше не нужен. А ей на кладбище. Ну, то есть, ему не надо больше, чтобы рядом была мама, да. А она уже не может. А где она? А ее нет. А ее нет. Да, а ее нет. Она потерялась. И начинаются болезни, депрессии, и все. Да, да, да. Потому что она не нашла себя. Либо начинает, как пиявка, впиваться своего ребенка. Да, и тогда ребенок везет эту пиявку на себе, да, глубокой старости. Начинает придумывать, ну, призываясь, играть в болезни свои, заболевать, приди ко мне, там, полечим. Ну, это вот образно. Либо пиявка, впиваться в мужа, и тогда мужу выгодно завести молодую любовницу. Тоже, да. Чтобы избавиться от этой старой пиявки. Если это становится очевидным, то есть, это то, что, когда у человека работает разум, он может предвидеть. Да. То есть, делай шаг навстречу себе. Если ты обеспеченный, купи квартиру, чтобы ребенок сам ходил в школу. Если ты хочешь, чтобы была городская школа, если в той местности, где ты там построил себе дом, нету школы. Купи квартиру. Пускай он на период обучения пять дней в неделю живет там, два в этом доме. Еще какие-то варианты. Найми водителя, если ты обеспеченный. Водитель будет возить твоего ребенка, а не жена. Ты ему платишь за это. Вот. И так далее. Всегда найдется выход. Но дай женщине реализацию. Потому что иначе женщина становится паразиткой. И делает ее паразиткой мужчина. Мужчина, который сам назвался груздем и сказал, я буду твоим груздем, я буду защитником, я буду опорой, я буду снабженством. А женщина легко соглашалась. А женщина согласилась. Да, да, да. Потому что в обществе стереотип. Ой, как хорошо выйти замуж. И ты будешь счастливой замужем. Ты будешь счастливой, когда ты целостна. А когда ты себя сделала обслуживающим персоналом. Ребенка, мужа, еще кем-то. Ты не будешь счастливой. Какое-то время, да. А потом? А потом никчемность. Зачем ты рождалась? Зачем ты приходила? Какой смысл твоей жизни? Вырастить потомство? И тут же такой шаблон. У мужчины посади дерево, построить дом, вырастить сына. И на кладбище. Ребят, так это можно за три года справиться. Привет! Пора заполнять кладбище. Ковид пришел. Это настолько очевидные вещи, что когда смотришь на это безумие, ребят, вы пришли сюда богами. Так проявитесь как боги. Я понимаю, что проявиться как богу. Это надо что-то создавать, проявлять, творить, новые идеи, новые открытия. А у нас, знаешь, что создавать, творить, это все связано с обманом. Обмануть, оболгать, исказить, извернуть. А почему? Потому что, чтобы открыть при создании что-то новое, надо, чтобы работало за зеркалье, а это должны быть чистые зеркала. А если там наплевано, нагажено, то будут искажения. Вот она ложь пошла, и я буду тырить чужое. Я послушаю, что там они... Вот, кстати, нас. Сколько мы уже слышали спикеров. Я послушаю, что они говорят. А потом, типа, это мы сделали, это наша команда сделала, это мы открыли. А это вообще мы не знаем, что это за тетки там сидят. И все. Вот оно, искажение. Вот она ложь и обман. Проговорим про аутизм, про болезнь. Место создания. Создание. Потому что доступ в зазеркалье закрыт. Потому что наплевано. Сам себе наплевал в свой колодец, получаешь грязь. Вот и все. И потом болезнь. Ой, мне Бог послал. Мое подсознание мне послало. Ну так сделай так, чтобы оно не посылало. Помойся. На самом деле, в любом возрасте абсолютно в любом возрасте можно прям вот в моменте осознать и найти свой интерес в жизни. Да. Что в три года, ну это образ, ну пусть пять, что в девяносто пять, абсолютно в любом возрасте можно внезапно проснуться, ну тоже образно, да, проснуться, и найти интересное дело, и увлечься интересное дело. И увлечься, да. И тогда у людей горят. Да. А смотри, даже заставку на консультации поменяла, вот эти руки, которые держат, да. Помнишь? Угу. Нашу. Угу. Маргариту. Да, цветочек там. Цветочек. 84 года. Да, в том-то и дело. И вот это кайф, когда человек горит. Вообще люблю такие консультации. А я обожаю тоже, когда вот у человека, у человека как, знаешь, такие глаза, вот такого человека не пройдешь мимо. Никогда. У человека, у которого горит жизнь внутри, ему интересная жизнь, у него глаза молодые, они сияют, они сверкают. И просто вот, ты ну никак мимо не пройдешь, ты... Невозможно. Он всегда тебя притянет к себе. Не он, вернее, а ты к нему притянешься. Потому что тебе... Это... Потому что это естественное состояние, на самом деле, человека, интерес жизни. Это естественно. А мы его душим, глушим, ленью. Ты знаешь, глаза – это вообще очень интересная штука. Если мы возьмем глаза человека в возрасте, который вот он ходит, да, вот просто вырежем сами глаза. И потом вот он инкарнировал, и родился ребенок, и просто вырежем глаза. Будет один тот же взгляд. Да, взгляд не меняется. Взгляд не меняется. Вот это такая интересная штука. И по взгляду можно узнать. О чем это? Наше внимание бесценно. Оно бессмертно. Оно создающее именно... Оно божественное. Вот, наше внимание. Бог. Бог. В каждом человеке Бог. Когда человек осознает себя Богом, тогда он будет и здоров, и целостен. Правду говорю. И тогда ему не надо будет так часто менять тело. Ресурс у тела огромный. И человек уничтожает тело программным обеспечением и химией, своей жизнью, засорением психики. Точно так же, как тело превращается в прах благодаря червям, точно так же тело в процессе жизни оно превращается в прах паразитарным мышлением и паразитарным образом жизни. Вот поэтому мы и стареем. именно поэтому и умираем. И поэтому у нас есть определенный время, отрезок жизни. Именно потому, что мы разрушаем себя паразитарностью во время в процессе жизни точно так же, как тело разрушается паразитами в земле. Да. И поэтому, когда человек обращается к нам, мы в каждом человеке видим зеркало. Абсолютно в каждом человеке видим зеркало. Каждому человеку вообще абсолютная благодарность за его приход и обращение, потому что в этот момент мы тоже работаем с собой. Да. Это наше отражение. Всегда. И в этот момент очень важно, что мы берем ответственность за нашу жизнь и нашу работу на себя. Ты бери на себя. Отразись в зеркале синхронно. Тогда будет вин-вин. Тогда будет выиграл-выиграл. Как только ты переносишь сюда или мы переносим туда, идет перекос. Система становится нестабильной. Начинается крыле, начинается игра. А игры не должно быть. если мы говорим о болезни, болезнь должна свернуться. Только благодарность, потому что благодаря все люди наши зеркала и благодаря людям, благодаря нашим зеркалам мы можем расти, мы можем видеть свой рост, мы можем слышать и знаем, куда нам двигаться. Именно благодаря зеркалу. Именно благодаря любому человеку в нашей жизни. буквально сегодня дочка спросила, старшая, когда мы поговорили как раз про зеркала, она говорит, так что получается, я, она, она себя имела в виду, я есть, а все остальное это все я. Я говорю, да. Хорошо, говорит, она тогда говорит, тогда Дима, ее муж, он тоже, он есть, а все остальное это он. Я говорю, да. Так получается, говорит, это как одиночество, страшно даже. Я говорю, а почему тебе страшно? Ну, потому что одиноко. А где ты увидела одиночество? Если ты увидела одиночество, ты увидела страх, то именно поэтому ты начинаешь создавать игры из страха и из боязни одиночества. Говорю, а ты осознай благодарность, что все, благодарность себе, что все, что ты видишь в своей жизни, это ты. И благодаря тому, что ты видишь, ты можешь расти, развиваться, двигаться именно с благодарностью к тем с одним человеком. Я благодаря этому человеку я вижу себя. Говорю, а другой, то есть, допустим, а другой человек будет с ним же общаться, он будет видеть себя, и у нас разные реакции будут. Допустим, мне этот человек будет нравиться, а этому человеку этот человек не будет нравиться. Почему? Потому что каждый видит себя в этом человеке. И когда ты смотришь и общаешься с этим человеком, и ты именно с позиции, что это я, и я себя слышу, я себя вижу, и я себя благодарю, что я себя слышу, то тогда если тебе этот человек что-то говорит неприятное или тебе он не нравится, то осознай величайшую благодарность этому зеркалу, что ты можешь благодаря этому человеку в себе почувствовать то, что тебя задевает, то, что тебе не нравится, то, что тебе, то, что есть в тебе, И ты можешь благодаря этому человеку Это почувствовать Разобраться с этим и удалить у себя Трансформировать в счастье, в благодарность И заметь, это делает сам человек В счастье Можно трансформировать все абсолютно В моменте здесь и сейчас Абсолютно все И когда мне пишут Я там не могу Я там не чувствую Я там несчастна Это все ты Это про интеллект Это все ты Ты не могу Ты берешь ответственность и могу Ты берешь ответственность и ты счастлива Ты берешь ответственность и делаешь И тогда ты счастлива А человек просто отказывается от жизни Да, отказывается И уходит в крутой пике Ты знаешь, я дала совет дочке попробовать Говорю, попробуй хоть один день Проживи с позиции Все я Общаясь с людьми Или какое-то происшествие происходит Или какое-то событие Что это все ты Вот попробуй проживи с этой позиции Мне интересно, проживет Потому что, говорю, у тебя откроется мир Огромный мир Он совершенно будет Он будет просто как книга Читаться Это будет твоя книга жизни Ты будешь ее просто читать Свою книгу жизни И ты будешь знать, куда тебе идти Куда двигаться Какая ты на данном этапе И что тебе надо Смотри Вот так прожить на самом деле Это очень крутой разворот сознания человека Даже просто прожить в наблюдении за собой Что я делаю Это значительно проще Это вообще, на мой взгляд, элементарная практика Понаблюдать Двойное восприятие Понаблюдать за собой И то людям очень сложно Выносит мозг Потому что это все Выводит человека из сна Из стабильного сна Из похрапывания А когда ты не спишь И когда ты способен Это все одновременно видеть То смотри Здесь и даже физиология Ресурсы мозга другие совсем Совсем другие Потому что, как правило У человека очень резко Ограничены интеллектуальные способности Как бы это грубо не звучало Но это факт То есть, когда человек во сне Он не может Ты знаешь, с чем я сталкивалась? Я сталкивалась с тем Вот в общении с людьми В живом общении Когда человек не может Даже просто взять на себя ответственность Ну как? Это же медицина сказала Ну как? Это же наука доказала Ну как? Это же сосед сделал Человек не может Оторваться от внешнего И взять ответственность За это все на себя Не может В силу нехватки интеллекта И это не прообразованность В данном случае А это просто Такой А как это? И дальше у него А И все Легкие закончились Выдоха нет А надо сделать дальше Выдох Вдох А вдох уже перекрыт Уже дальше нету Расширения И это, кстати, аналог Если взять Больше Тетрайдер Если перейти на другую геометрию То смотри Состояние власти Человек достигает Я имею все Я имею все Кроме бессмертия И я никогда не откажусь от этого Я на троне И следующая жизнь у него С полного Крутого пике Сэшафота Да? А на самом деле Это Максимальная власть Это максимальное расширение легких Его можно расширить Когда ты переходишь На следующий уровень Геометрии На создании Когда ты осознал в себе Бога И ты занимаешься Тренировкой в себе Создателя И это совсем разное состояние Да, да Это продолжение вдоха Вот это тренировка Это тренировка Как у пловцов Которые ныряют на глубину Тренировка легких Вот это один в один Насколько сейчас? На 130 метров Человек без обдаванга Занырнул Да Тренировка А тренировка Это интерес Интерес Это же вот об этом Да, да Просто так Если тебе неинтересно Ты не будешь нырять Тебе будет страшно Ты будешь запрещать Потому что тебе неинтересно Да И то даже Преодолев этот страх Тебе становится Станет интересным Потому что тебе понравится Это чувство Когда ты Вау Да Я смог Кайф Вау Я могу Да Я могу Я кайфую от жизни Да Вот это вау Так интересно Оно дает молодость Оно дает здоровье Оно дает силы Оно дает игру Игру в счастье и здоровье То есть всегда В момент Всегда ты в момент Вот прям в моменте Здесь сейчас Можешь внезапно Осознать И совершенно Другую жизнь Нарисовать Создать Создавать себе Рисовать Создавать Да 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 Абсолютно верно Вернемся к консультациям С которых Да Унесло Унесенное ветром Какую бы консультацию Ты например Посоветовал бы Своей дочке Или своему мужу Вот если бы они сказали Девчонки Сделайте нам консультацию Вот самому близкому человеку Что бы ты посоветовал Ты знаешь Насчет близкого Очень сложно Потому что Если близкий человек То я рядышком Они у меня и так Консультации Каждый день проходят Нет Они получают Люлей Это нормально Но ведь Консультация Когда мы сидим Вдвоем работаем И с двух сторон Зажимаем человека Сейчас я попробую Прочувствовать Ну конечно Ты знаешь Вообще Если вот Взять своих То я бы Все-таки Индивидуальную Индивидуальную Но Ее повторять Повторила бы Да Три раза Да Вот Вот это Если для Вот брать Как для своих Да Потому что Это действительно Вот То что дает То что дает Даст большой Очень большой Объем И информации И толчок Огромный И возможности И Возможности Да Возможности Открыть глаза Изменить жизнь Это правда Да Вот это тогда так Но мы Это по-любому Своих Всех Делаем Ну мы всегда Делаем Да Они даже Все новые Психотехники На них Перепроверены И согласись Что они меняются Они меняются Очень сильно меняются Потому что и мы Меняемся И мы по ним Видим Насколько мы Меняемся Да Благодаря им Мы можем Видеть себя Да Я же говорю Что мне даже Дочка старшая Сегодня задала Этот вопрос Мне очень понравилось Она Задала Этот вопрос Меня вот это Конечно Порадало То есть Она нырнула Глубже Пошло движение Угу Интересно Да И Когда ты Осознаешь Именно Что все люди Это твои зеркала И если ты живешь С позиции Кстати Когда ты живешь С позиции Что это твое зеркало И о чем я себе Говорю То тогда Наташа Нет Вот этого Эмоционального Всплеска Когда ты теряешь Сознание И там Или гавкаешься Или там Споришь Или еще что-то А ты находишься В моменте Здесь и сейчас Находишься В благодарности И в осознаниях Да Что я говорю себе И в озарениях И в озарениях Это та информация Которая нужна Для создания Да Создатель начинается С постоянной благодарности С озарения И с осознания Вот оно Так а по другому Без этого не будет Никак Да Никак А для этого Надо чтобы были Зеркала чистые Да И вот это первичные Чистые зеркала Как долго мы к этому шли А как было бы классно Чтобы нам кто-то Тогда помог А помог Да Помог Но нам помогали Все люди Консультации Вот Вот И все равно Это свой путь Да Это свой путь И он интересный Очень Очень Он невероятный Я обожаю Вообще Даже сегодня Буквально Говорила Мужу своему Невероятная Штука Психика Я вообще Я говорю Просто Обожаю Да Психику Говорила Сегодня Как она Интересно Как мы Интересно Устроены Невероятно Устроены Как мы Красивы Интересны Какая Интересная Жизнь Вот У меня прям Я сейчас От души Говорю Это вот прям Настолько Открыто То что Чувствую В данный Момент Да И это Счастье Да